В 56-й школе Ярославля уже 10 лет существует управляющий совет, который контролирует в том числе и то, что подают ребятам на завтрак и обед. Тем не менее, сотрудники столовой заметили, начальная школа исправно приобретает горячее питание. У ребят заказан полный обед, а вот 11-е и 10-е классы предпочитают буфет. Ну вкусно очень кормят, что я даже не хочу никуда заглядывать, и мне нормально все. Я уже накушалась. Дома заставляют суп. А здесь? А здесь не заставляют, поэтому я не ем суп. Культуры питания в наших русских семьях, к сожалению, нет. Немногие дети любят кашу, не очень хорошо кушают печенку и рыбу. Очередь за сухомяткой выстраивается стабильно на каждой перемене. В буфете по запросу детей продается сок, шоколад, пицца. Здравствуйте, мне один рогалик. Так мы делаем и качапури, и пиццу делаем, и пироги с яйцом, и с яблоком, и с вареной сгущенкой. Этот ассортимент очень большой. И в течение дня у нас все уходит в лед. Тем не менее, при готовке, к примеру, пиццы майонез здесь вообще не используют. А колбасу выбирают полукопченую, без острых специй. Ничего вредного, говорят сотрудники столовой. Список продуктов и меню школьников поступает из Роспотребнадзора. Если ребенок своевременно покушал завтрак или обед, у него наверняка не появится желание приобрести пять шоколадок или пять пицц. То есть ребенок получит необходимые калории и будет сыт. В этом случае и родителям из школы нужно работать воедино. И родителям говорить о том, что обязательно нужно сдавать денежки на организованное горячее питание. Сегодня в школах еще сохраняется бесплатное школьное питание для льготников. В связи с этим, считает в управлении, за последние восемь лет число впервые выявленных случаев заболеваний гастритом сократилось почти в два раза. В соседних регионах, например, родители на сайтах школ заказывают меню для своего ребенка на неделю. У нас пока такого нет. Ольга Преснухина, Сергей Мазилов, Денис Лосев. День в событиях.